Знакомимся. Я Олег Семенович Лавконин. Дуже приемно. Александр Купный. Вряд ли. Я на станцию в 88 году пришел. Я уехал раньше. А вы в каком году на Чернобыль приехали? Чернобыль? Это примерно в 84 или 83 год. В начале 80-х? Да, да, да. В 83 году я рассчитался в Чернобыле. Поругался главным инженером. Ушел в Брюханово, дал заявление ему на Питер Петрович. Заберите меня куда угодно. Хоть погрузчики, хоть разгрузчики. Но с Фоминым не слово. Больше не могу. А я так понял, что у вас нормальные отношения с Фоминым? Потому что он был мой начальник. До этого. Начальник цеха. Я пришел замом. Я должен был поддерживать отношения хорошие. Хоть сдержанно, но должен был поддерживать. Потому что я его просто зазнал хорошо. После первого блока он ушел на зам главного по новым блокам. И вот Алексеев стал начальником цеха. Потом Алексеев еще был зам главного инженера. Он уехал куда-то. Поставил Алексеева зам главного инженера. А я стал начальником цеха. Это в 80-е годы. В 80-е годы. Я его туда забыл. Выскочил. Сейчас выскакивает, но не вскакивает. Из начальников. Вы же были начальником цеха? Да. А куда вы заявление написали? Куда ушли вообще? Я ушел. Вообще пришел, говорю к директору. Куда угодно. Не хочу с Фоминым работать. Он говорит. А мне тоже с ним тяжело работать. Он говорит. Заменяет меня. Я ушел. В АЯП вы ушли. Я понял. Там же и Карпан работал. Да, Карпан. У меня есть от него книга. Есть «Мирного атома». И вот, кстати, интересно будет узнать, как вы… Вы же финн? Да. Да. Как вы вообще оказались в Советском Союзе? Как оказался? Вот. Я всегда вот так спрашиваю. Ну, сначала я объяснял, когда… Я был на Чернобыле. Отправили меня лечиться в Финляндии. Я там и остался. Ну, это достаточно просто. А сейчас объясняю так. Говорю. У меня есть три лучших друга. Гитлер, Сталин и этот… Верия. Верия. Три друга. Вот они меня и направили сюда. Один… Оба начали войну между Финляндией и Советским Союзом. Вот оба, да. А этот… Он меня отправил в Сибирь через Владовую. Потому что я блокадник. Вот так. Я оказался в Сибири. Четыре года. Потерял родителей. Ну, и брата, и сестру. Вот осталось у нас два брата. Чуть живые, голодные. И нас взяла русская семья в Сибири. Мы уже подыхали. Потому что подыхали под Питером. В деревне жили. Мы… А потом через Владову. Месяц-полтора мы в поезде. Мать с нами была. Был младший брат и младшая сестра. А сестра дорогой умерла. Осталось лежать. Труп ее на станции Мельничьей Руси. Слышали такую станцию? Нет. На Владовском направлении. И 5-6 километров от международной станции наша деревня была. Ну, и вот в апреле… Нет, в марте 42-го года получила… Мама получила задание топать пешком с родным ребенком и с младшим братиком 5-6 километров на станцию. Для отправки… Для эвакуации. Приехали, посадили в вагон. Привезли в вагоны эти… Ну, март месяц, 23-го марта это достаточно холодно еще. Конечно. Привезли на берег Ладожское озеро. Там на машину… Нам достался автобус, он не проветриваемый. Я на задней ступеньке автобуса ехал. Автобус забит людьми, вещами. Приехали на тот берег, там трактором подняли наверх, потому что там крутой берег. Потом товарный вагон и в Сибирь – эшелон. Мать отстала от эшелона с ведром борщей, что там, супа каким-то. Ну, пункты кормления были иногда. Она осталась и от эшелона отстала. Она нас догоняла… Раздетая. Раздетая. Ну, на… Товарные вагоны, знаете, там есть… Минута, да. Площадка открытая. Ну, вот она догоняла. Ну, а в Сибири я прожила где-то недели две или три я полностью. Искончалась. Еще братик был Игорь. Вот, он скончался. У нас двое осталось. Вот это было вывезено примерно 180 тысяч. Не только в Сибири. В Карельских перешениях вывезли. В Среднюю Азию. На Северные морские пути туда вывезли. Страна не щадила своих граждан. Отправляла их дальше, где можно их больше уничтожить и заработать. Вот и все. Так что это… Ну, у меня двоюродный дед тоже там побывал. С Варшавограда, нынешний Луганск. Это мне отец уже рассказывал. Брат деда по доносу отправили его. 50 миллионов доносов писали, они кому это дознают. Я думаю, что те, кто прошел Советский Союз, нет ни одной семьи, которая бы не коснулась этого. Да, но некоторые гордятся, а я, например, не гожусь этим. Хотя я 50 лет был русским. У меня та семья, которая сибирская, их начали травить. Ну, НКВД тогда. Вот сдайте их в детдом двоих. Они, значит, их двое стариков. Я называл ее бабушкой, и дедушка звали мы. У них еще было двое, одна, трое, вернее, одна, две дочери и сын был там, в тех краях. Алексей, значит, сын учился в ремеслухе, не в ремеслухе, а ЖУ назывался, да. В дорожном училище. А дочери работали в этих органах власти. Женя печатала, а Аня была партийным работником. В Ишиме. Омск, чем меньше Шим. Ну, и вот это. Их травили, всех травили, чтобы сдать. Финляндия воюет с Советским Союзом, понимаете, а вы кормите тут этих, вы кормошились тут. Да. Но народ, это я не поддерживал, честно говоря. Это у нас была деревня Пахомово, так называемая. Это в шести километрах от Ишима. Города Ишим. Есть река Ишим там, есть город Ишим. Ишим, ага. Да. И они нас поддерживали. Нас привезли в школу, разместили. Нам целый вагон туда прислали людей. Для деревни. Это много было. Вот. Приносили еду, одежду там. Ну, все-все-все. Позабирали себе на квартиры людей. Ну, а мы у нас же дети только. Никого постарше нет. И мать одна. Вот. Ну, и мы так на полу и жили. Потом начали вымирать. Сначала мать, потом братик Игорь. Вот. Остались мы вдвоем. А все рассосались по деревне. Я так и сказал. Бойчеев был. Братик своего. Вокруг ходил в школы. А там две школы. Нам дали одну школу, а вторую через. Вот. Я вродил. И колхозный двор. Я около колхозного двора ходил. Я немножко говорил по-русски. Зашел друга себе в лице сторожа. Этого колхозного двора. Мы с ним познакомились. Он меня повел домой. Метров пятьсот от школы. Накормил. Я впервые в жизни поел картошку в русской печи. Залитую маслом. Объедение. И вот он подкармливал. Я приносил домой. Что-то доставалось братику. Мать уже умерла потом. Так мы прожили в этой школе. Наверное. Месяц, наверное. Сами уже почти. Может меньше. А председатель колхоза. Вызвал, значит, это. Мою бабушку эту. Их фамилия Москвины. Ее говорится. Настасья Сергеевна. Там два пацана остались без одних. У них два в армии человека. Два в армии. Один уже в сентябре погиб под Ленинградом. На Питаке. На этом. В Невском Питаке. А второй в артиллерии служил. Он потом объявился уже во Львове. А она говорит, да я с удовольствием пошла, посмотрела. Поговорили. И пришли к нам. А у нас осталась от нашего имущества одна маленькая подушка такая. Братик взял ее под мышку. И мы пошли. Мы у них зажили. Мы были, конечно, скелеты. Больные. Она отмочила нас от грязи. Она на базар каждую неделю бегала. Что-нибудь продавала или покупала. 1 сентября пошли в школу. Я пошел. Братик нет еще. Мы говорили с братом по-фински. А с ними по-русски. Они с нами по-русски. Потому что они все... Они не понимали финский, а мы... Они русские, а мы финские были. Ну а потом, значит, в 44-м году КГБ добилось, что нас сдали в детдом. Пришли. Бабушка отвела нас, плакала. Ну а мы тем более. Пошел в школу в сентябре. Ну, холода уже были. Тогда уже. Бабушка приносила там обувь, что осталось. Каждую неделю приходила к нам песком. 6 километров туда, 6 назад. Плакала. А потом в конце сентября плюнул. Ну их нафиг. Забираем. И забрала. Вот. И все. Мы остались уже до следующего периода. То есть стали забрать вас, да? Забрала она. Сказала, у нас их нужно. КГБ, КВД там прочее. Ну, поддержали дочь. Конечно, вторая дочь. А вторая дочь вышла замуж и уехала с мужем. В западные области их освобождали от немцев. Там нужны были хозяйственные работники, строительные и прочее. И они уехали с мужем туда. И добрались до Львова. В 44-м году Женя родила во Львове Николая. Младшего первого. И они получили квартиру и жили там. И до смерти они там похоронены. А вот два внука живут во Львове. А две внучки живут в Москве. Ну, внучки москвены. А эти ребята дедовы. Ну, а как мы оказались... Как я оказался русским? А мы в детдоме были все время. Ну, и искали... Еще в Сибири там искали отца. Искали тетушек. У нас было четыре тетушки. Но они оказались все в Красноярском крае в таком же положении, как и мы. Выезжали. Отец забранный в начале войны сразу. Мы получили бумагу, что он пропал без вести. Ну, что делать? А жила с нами у бабушки на квартире одна женщина с нашей деревни вот этой, под Питером, где мы жили. Тетя Катя. Она в 46-м году собралась ехать в Питер с дочкой. А за бабушкой приехал зять забрать во Львов ее. Нянчить первенца. А бабушка говорит, ну что делать? А мы, куда нас делать? Дед умер уже к этому времени. Она попросила эту тетю Катю. Говорит, забери, ребят, я с тобой рассчитаюсь. Если сможешь. И там нас забрала. Она привезла нас в Питер. Без разрешения, без документов, без ничего. Это надо уметь. В товарном вагоне везла. После военкомат. В военкомате говорят, да, у нас есть сведения, что он пропал без отец. О чем-то, что еще никто не приехал. В 46-м году еще не разрешали тех, которых эвакуировали, называется, депортировали, а не эвакуировали, как и нас депортировали. Никто не приехал. Запрещено было возить. Возвращаться в Питер, да? Там был подполковник такой военкомат. Петушков Петр Петрович. Мы разговаривали с ним. Знаете что, ребята? Я потерял в Питере всю семью. Голод. А стоишь один, сейчас выхожу на подполковника. Выхожу уже из армии. Пойдете ко мне? А мы что знаем? Пойдем, не пойдем? Ну, куда? Пошли. Прожили месяца-полтора у него. У него дама появилась. У дамы дочка. А дочка, дама уже говорила, а зачем нам чужие дети? Ну, и нас отвезли на питерский, финляндский вокзал и сдали в милицию. Ну, что делать? Попаемый дед-приемник имени Володарского. Это такое крупнейшее здание вдоль Невы. Ну, правый берег Невы, если считать. Там мост имени Володарского, по-моему. Там большущие здания, девятиэтажка. И тут милиция собирала в течение зимнего времени порядка полутора тысяч этих оборванцев. Без призорных. Без жуликов и прочих. И туда помещала. По этажам. Половина убегала, половина распределяли куда-нибудь. И мы туда попали. Ну, мы были добропорядочные. Послушные были. У нас никуда, ничего. Отправили в детдом. Это под Волосово. Но я уже к тому времени кончил четыре класса. Поэтому мне надо было идти в пятый класс. А в том детдоме не было пятого класса. И я в четвертом классе просидел еще один год. Второй год. А на следующий год нас уже отправили в Загадщина. Это в сторону Таллина. В другой детдом. И нашелся отец. Нашлись тетушки. Тетушки все жили в Эстонии. Вот. Отец жил в Карелии. С новой семьей. Приехал за мной. Ну, я поехал. А брат отказался. Он учился во времяслуживания. Сказал, я буду получать специальность. Не поеду. Ну, я поехал в Карелию. Прожил у него год. Кончил седьмой класс. И меня вызывают во Львов. Персонально. Чтобы, значит, учиться техникум. И я... Кусок хлеба и билет. Отец алкаш и пьяница расстоящее. Добрался чудом до Львова. Поступил... А меня хотели в железнодорожный техникум. Потому что сейчас у меня железнодорожников нашли. Угу. А там уже экзамены сдали. Все. Пошли в горный. Почему? Повышенная стипендия. А директор тоже форостерский... Форостерский, да. Форостерский, да. Гонит сюда. Говорит, если где-нибудь сдаст экзамен... Возьмем. Мы вернулись в железнодорожный. А там набирали этих... Теплотехники... Тепловозников и электровозников. По программе седьмого класса. И я сдал экзамены. Пять четвертых. У меня сразу раз. Горные. Я стал горняком. Четыре класса. Четыре года мы там. Вот. На шахтах были. На практике были. Был направлен в Донбасс. На шахту. Я ее назвал Мышеловка, правда. Маленькая. Такая же. Практику мы проходили на крупных шахтах. 1200 метров глубина. Там. Пласты такие классные. Чистяково. Чистяково. Это Луганская область. Я проработал всего там две или три недели. Меня вызывает военкомат. Забираем в армию. Значит. Я говорю, ну что. А мне Донбасс, конечно, не нравился. После Львова. Знаете. Я вас понимаю. Ага. Тем более оставаться одному. Я спросил. А когда забирать-то будете? Так. В конце года. Я говорю, а что я тут один буду делать в конце года? А забирайте сейчас, говорю. Нет. В конце года. Я говорю. Хорошо. В конце года в конце года. А у меня с участка брали молодежь в армию. Там Володя был такой. Ему 4 октября нужно идти в армию. Я говорю, Володя, а что мне делать? Сейчас. Пойдем в военкомат. Берем две бутылки водки. 56 градусов была такая водочка была. Да. Вот это да. Это водка. Пупсы. Пуханку хлеба. Идем в военкомат после пяти. В середине военкомата ставим, чтобы не видно было с окон, ставим стол, майор и нас двое. Раз, раз, раз. А что надо? Я говорю, в армию надо. Выписывает мне этот вызов на четвертый вместе с Володей. Да. В армию брали торжественно. В армию привезли под Донецк. И попал я. Нагрузили этих донбассовцами эшелон и повезли в Одессу. Первый раз слушаю эту историю, чтобы забрали в армию еще и проставиться. Завариви меня. Так я еще дал три тонны угля этому майору. Работникам положено было три тонны угля. А я был на квартире в одной сторожке. И мне дали это. Я ему подарил. Знаете, что за хорошее дело сделал. И я продался в армию. Попал в эти очень хорошие. Организовался новый батальон связи. Окружной батальон связи. Новая радиостанция Р-400. Слышали, может, если вы связи. Вот эти вышки. Телевизорная связь обеспечивает. Вот. Эти вышки стояли на машинах ЗИЛ-151 или как они называются. Вышка, радиоаппаратура и электростанция. Привезли нас в Одессу и туда. Ну а там в основном готовили механиков, водителей, тракторов и этих. Это артиллерийский училище имени Фрунзе. Были недовольные люди. Приехали, с Горького приехали ребята. Которые кончили университеты, но атомного направления. Почему нас страна учила, а нас это послали вот туда-сюда. Техачей готовить, не знаю, делать. Вот. Сафиров и прочее. И дошло это дело до Хрущева, Булганина. Они написали письма. А еще они дали, что у нас еще есть люди со среднетехническим образованием. У меня, и там еще десяток таких людей. Пришла команда срочно их по частям отправить. И тех атомщиков послали на Чумку. Там стоял зенитный полк на Одессе. Гора Чумка. Настоящая Чумка, которая образовалась в 19 веке. Это хоронили чумных людей. И этих ребят, которые атомщики, их на Чумку. И еще пару ребят попали в батальон связи. Ну и там собрался где-то в батальоне 200 человек. С разных частей воинских. Ну а кто из воинских частей хороших людей отпустит? Отправляли всякий сброд. Прогульщиков, пьянщиков и прочее, прочее. Мы оказались чистые такие. Начали готовить радиоролейщиков. Аппаратура сложная. Знаете, эти кузова здоровые. Эти машины на трех колесах. И то, что сбил. Там хоть допечено два комплекта радиоаппаратуры. Два комплекта. Со сменными блоками там. Командир поставил задачу. Мне и там Володя с этого, с Подмосковья. Завести электростанцию. А там стоят два москвича. Двигатель МЗМА. И небольшие генераторы. Там 30 киловатт. И мы с ним, так как два техника. Он техник, я техник. Мы это дело провернули. Развернули. Дали напряжение. Заработали аппаратура и вся прочая. Командиру это понравилось. Приходько. Владимир Федорович. Да, Владимир Федорович. Будете командирами радиостанции. А там 10 экипаж. Есть еще экипаж. Из них три шофера. Три линейщика. Ну, в общем, 10. Все. Офицерская должность. Не хватало офицеров. В то время уже не хватало офицеров в армии. И нас двоих сделали. Добавил там пятерки, которые положены были на Курево. Добавили еще там 15 зарплаты офицерской. И стал связистом. Начальником радиостанции. Поездил по всей Молдавии. По всей Южной Украине. Давали связь. Для штаба округа. Была дисциплина, конечно, жестокая. Потому что Приходько. Он очень жестокий человек. Он прошел войну. Требовательный, страшный. Вот. И держал нас. А тем более, ребята. Остальные, другие. Они, я говорю, алкаши. Мы любили по самоволкам ходить. А мы, блин, молодые. Боялись всего. А этим, да. Наплевать. Так, если там встретят. Патруль встретит. Что это. Идут Приходьковцы. Они не спрашивали. Было нарушение. Обязательно арестовывали. И в комендатуру. Так. Одесса дышала этими Приходьковцами. Вот. Сейчас 11-182. Я запомнил. Я два года прослужил. На этой должности. И услышали, что в Кишиневе организуется полк связи. Такого же направления. Но только он обслуживать будет корпуса. Я командирую. Приходь. Приходь. Отпустите меня туда. Мне уже надоело. Черт. Нет. Ты у нас хороший. Хороший мне самому нужен. Нельзя. А. Нельзя. Ну ладно. Прошло недели две. Пошли в самоволку. Напились. Сейчас в комендатуру. Приезжают утром. Ой. Лолконин. Я на тебя надеялся. А ты так меня подвел. Он первый. Который приехал. Командир части за своим подчиненным. Обычно эти. Старшины кто-нибудь. Он первый приехал. Я говорю. Ну так получилось. Через недели две опять. Ходят слухи, что полк в Кишиневе. Уже вот-вот готовы. И опять к нему. Нет. Ты у меня хороший. Я второй раз попал. Ха-ха-ха. Ой. Значит. Ну что. Он уже сам не пришел. Послал старшину. Старшина приехал. Отправить его в Кишинев нафиг. Ха-ха. Отправили. Да. Там у меня была радиостанция маленькая. Р-401. Она на ГАЗ-63. Вот. Три человека экипажа. Один линейщик. Шофер и я. А потом. Прошел слух. Вы может помните. Что. Надо из армии отпускать людей пораньше для сдачи экзаменов в институты. Я своим написал. Во Львов. А мы переписывались постоянно. Значит. Значит. Написал. Сдайте документы. И меня отпустят на экзамен. Женя пошла в университет Львовский. Сдала. Приняли. И вызов мне пришел. На экзамене. Это. 1 июля. Пошел командиру части. Не части. Батальона. Угу. Так и так. Мне нужен вызов. На 1 июля. Это на часа 27-го. 25-26. Нужно приехать. Поехать. Не поедешь. Я говорю. Стой потом. Почему? Не поедешь. Все. Ну. Мы же военные. Подчиненные. Я говорю. Ладно. Не поедем. Я говорю. Я дала командиру полка. С вашего разрешения. Имею право обратиться? Нет. 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 Командиру полка. Я говорю. А так и так. Мне отказали. К вам обратиться. Я нарушил устав. Наказывайте меня. Но мне нужно ехать во Львов. На экзамен. Поедешь. Такие отношения. Уже пришло время. Значит. Вот-вот выезжать надо. Я опять командиру батальона. Говорю. Ну мне надо расчет давайте. Он говорит. Ты подожди еще. Я тебе расчет такой сделаю. Не знаю почему. Говорит. Вот возьмешь. Возьмешь. Пойдешь в гарнизонную службу начальником караула. Я думаю. Я думаю. А там такие. Кишиневский гарнизон. Там. Постоянные пьянки. Там. Воровство. Там прочее. И. Почальник караула. Как правило. Виноватый. Его или посадят на сутки. Там. На месяц. Я как старшинек своему. Ну уже опытный мужик. Бутылка с меня. Но. Меня не включают в список гарнизонной службы. Хорошо. На следующий день. В столовой встречает меня. Командир батальона. Говорит. А ты почему не на службе? Я говорю. Да хватило людей. Сказали. Не надо. Понял. Говорит. Понял. Возьмешь. Пару десятков солдат. Пару машин. Будешь возить. Строительные материалы. Для строительства офицерских домов. В то время было это модно. Ну куда деться? Вот. Солдатиков берешь утром. Накормил их. И поехал. На дорожных станциях. Собираешь этот. Строительные материалы. И по местам разводишь. Ну я так. Недельку поездил. Потом он говорит. Командир батальона. Ну ладно. Все. Увольняйся. Я приехал. С университета забрал документы. Отнес. Политехнический. Потому что он политехнический. В то время еще не мог принимать. Не было приказа или что-то. Когда сдавали. Ну и все. Пошел сдавать экзамен. 15 баллов я получил. Только по-русскому получил. Все тверки. Остальные все тройки. Ничего себе. Зачистил меня. Но я пришел домой. Говорю. Ребята. Я ценю вашу заботу и прочее. Но я учиться не буду. Я пойду заочный или лечебный. Потому что мои ребята, с которыми я учился. Они все работают. Все в деньгах. А я после. Что мне? Ничего не одеть. Ни обоих. Ни обоих. Не стучится. Ну что. Я воевал. Пару дней. Потом Алексей. Этот. Бабушкин сын. Брат мой. Названный. Пойдем к начальнику. А начальник у него большой. Начальник. Львовский. 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 Вот. Пошли к нему. Бутылку взяли. Значит. Сидим. Разговариваем. Вот. Левка. Поступил в политехнический. С армии пришел. И поступил. Ну. Молодец. Ну. А зараза. Не хочет учиться. А что такое? То вот. Говорит. Хочет работать. Зарабатывать деньги. Ребята. Работают. Ремонтники у нас. Все уже на электростанциях работали. Ну. Везде. Ну. А мне действительно стыдно было уже. Не. Ну. Я понимаю. Да. Вам же уже было тогда 25 где-то. Да. Да. Ну. Я там. Он говорил. Я еще. Говорит. Этот. Начальник. Я фамилию уже забыл. Выскочили из головы. Он. Потом меня пригласил в Москву. И все. Он. Перевелся в Москву. Потом. Хотел меня туда забрать. Не хочу в Москву. Он говорит. Он. Я ему дам. Говорит. 1200. И на его место посажу человека. Пойдет. Говорит. 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 В Баку больше дают. Ну. Тебе. Больше не дам. Я говорю. Нет. Пойду учиться на второй. Первый курс. Пройдет. Посмотрим. Прошел первый курс. Я опять. Своим говорю. Бросаю. Мне надоело. На вашей шее. Прочее. Прочее. Но у меня была красивая жизнь. Это. Роднее родных не бывает. Нет. Все. Костя это. Зять. Геда. Лева. Говорит. Хоть на картошке будем жить. Но. Учись. Я. Ладно. Второй курс пройдет. Посмотрим. Прошел второй курс. Уже как-то. Не настаивал. Ну. И все. Думаю. Третий. И бросаю. Третий кончил. Нет. Все. Буду учиться. Надо уже заканчивать. Что тут осталось-то. У меня еще там. Группа очень хорошая. Еще был у меня Женя Яков. Такой. Десятого класса. Городской. Львовский. Вот. А я уже работал на Чернобыле. А он уже в Киеве. И квартиру не было. Мы иногда встречались. Я прихожу. Бутылочку раздавили. Он однажды. Ну это. Назад я говорю. Приходит ко мне. Говорит. Льва. Ты знаешь. У меня жена. Она медицинский кончала. Работает в КГБ. И сказала. Что. Предлагает. Тебе. Ему. Пойти. Говорит. Там. Хорошо платят. И все это. Что ты скажешь. Я говорю. Женя. Я эту организацию не знаю. Но знаешь. Она противнейшая. Противнейшая. Она может развязать войну. Развести кого угодно. Организовать все что надо. Если я тебе сейчас скажу. Женя. А ты. Скажи. Иди. А ты. Потом будешь меня проклинать. А мне оно нужно. Я говорю. А если скажу. Не ходи. Потом будешь жалеть. А мне оно нужно. Думай со мной. Конец. Ну правильно. Господи. Он пошел. Проучился. И пошел расти. По районам. Западно. То район. Районом. Работал. Работал. Потом оказался в центральном аппарате. Уже этого. В Киеве. КГБ. И вот мы встречались. Когда. Он приехал. Получил. А я уже. От Киева недалеко. Мы встречались часто. Сидим. Выпиваем. Разговариваем. Прочее. Вон. А Аня его. Лёва. Ты знаешь. Какой он противный. Женька. Он ни черта дома не хочет делать. Музыку. Стихи. Там это все. А дома даже гвоздя не забьется. Я говорю. А он. Он же полковник КГБ. Что я ему-то. А ты староста. Ты староста. Мы жили очень хорошо в группах. Я сейчас имею связь практически со всеми. Многие уже ушли. Многие. Всех знаю. Где. Когда. Кто похоронен. Где. Кто живет. Ой. Какая семья. И. Всегда они меня. Поздравляют. И я всех тоже. сказал. Ну. Это замечательно. Это. Это классно. Когда связь поддерживается. А вот это. Значит. А. Теперь эпизод. С этим. С русским. Значит. В Карелии. С этим. Властями. Приходит. Покажет бумажку. Говорит. А написано мне. В течение. 24. Покинуть Львов. На меня. А почему? Мне объяснений. Ничего нет. Ну. А Костя. У нас. Я говорю. Он. Участвовал. В профсоюзной работе. Там. Член партии. Он говорит. Завтра пойдем в милицию. Уточка. Фамилия. Полковник. Да. Полковник. Полковников. Точно. Он говорит. Парни. Вот. Парни. Дали. Явиться. Возвратиться. В те края. Откуда прибыли. Правильно. Правильно. Почему правильно? Ну. У него ни родителей. Ничего нет. Дедомный был. Все. Все сделано правильно. Ну. Хорошо. Завтра мы с вами в обкомне встретимся. Поговорим. Пусть он выйдет. Мы поговорим. Я вышел в коридор. Минут через двадцать выходит. Бумага. Выдать паспорт. Прописать. Ну. Бабушка наша сразу. Раз утречком идет в милицию. Вы взять в ней паспорт. Прописывать. Вот. И там заполняет. Говорит. Бумагу. И спрашивает. Говорит. Какая у него национальность. У нас у наших не было национальности тогда. И сейчас нет национальности. У меня нет. Фамилия. Родителей. Фамилия. Все. Национальности не было. Она говорит. Да русский он мой. Сын мой. Ну вот. Москвина. Мать. Русская. А этот. Сын. Русский. Ну вот так и стало. Я пятьдесят лет носил. Это имя. Это. Фамилия. А когда стал собираться в Финляндию. Вот я понял. Что меня не пропустят. Мой брат имел паспорт. Жив в Эстонии. У него паспорт национальность русский. Его пропустили. А мне. Назад. Ну что делать. Неудобно. А у меня там родственники. Тетушки. Племянники. Двоюродные. Твоюродные. Братья. Обидно. Вот. Ну у меня. Двоюродная сестра. Такая. Крепкая. Я девяносто шесть лет сейчас. В тяжелом состоянии. Пошла в церковь. И нашла церковные книги. Выписку. Выслала мне. Я посольство сдал. И мне через день и день вызовут. Я не собираюсь здесь жить. Мне нравится Украина. Я согласен. Ну пока. Это. Каторга кончится. Это. Оцепление. Это. Пандемия. Согласен. Мешает. Поломало. Многие планы и жизнь. Да. Нет. Для меня. Украина тоже вторая родина. Но у меня. У меня нет родины в Питере. Нет. Финляндии. Родина Украина. У меня. Учеба. Дети. Жена. Родственники. Все. Мои вы там. Все там. Когда вы пришли на Чернобыльской АЭС. Вы сами приехали? Где вы до этого работали? Я все скажу. Ага. Работал. Я начал активно работать в энергетике. В Бурштине. Значит. Пустил. Ну будем говорить. Это слишком громко конечно. Но. Пропустил через себя все 12 блоков 200 бигаватт. Ооо. Да. Все буквально. С первого до последнего. Вот. И далее мне началась вот такая депрессия. От мне работы. Мало работы. И. После этого оказался в Белой Церкви всего-навсего. А мне там. У меня там работал друг начальником электроцеха. Ему нужен был зам обязательно. Справлялся. У него не было опыта. Вот. И он меня пригласил. Я говорю с удовольствием пойду буду работать. И я взялся за работу. Опыт. Колоссальный. Отличные отношения. С строителями тоже. Начальник стройки. Кизима. Василий Трофимович. Меня отлично знал. Обрадовался, что я пришел. Говорит. Будем толкать. Блок надо было толкнуть. Так это в Белой Церкви, да? Да. В Белой Церкви, да. А Кизима и там был, да? Да. Кизима и там был. И там. И потом попал. Меня и в этом. И туда толкнул тоже. Представил мне там начальству местному. Ну и в общем мы там. И мы с ним очень хорошо работали. Он очень порядочный такой человек. Внимательный. И честный. Очень честный. Что касается. Вы там упомянули, что у меня были хорошие отношения с Фоминым. Ну я вам скажу. Они не были этими. Такими кровавыми. Ничего. Ну. Мы друг друга терпели. Живет хорошо. Он мне сюда просился приехать хоть в гости. Я говорю. Приезжай. Попьемся и куйку. А жена говорит. Нет. Не хочу его. Он такой. Он такой. Дело в том, что я год назад. Через своих друзей в Удомле. Да. Узнавал. Жив он или нет. Мне сказали, что он уже умер. Нет. Я за ним слежу. С добрыми пожеланиями. Через Владатка. Георгий Иванович. Это мой зам по ЧС. Он живет в Киеве. И мы с ним общаемся. С Фоминым сейчас не общаемся. Он мне звонил много раз. Я собираю ягоды, грибы. Он мне звонит в досок. Поговорили. Там все. Последний раз общались. Когда с ним? Я с ним лично сейчас не общался. Последние годы. А только через Владатка. Владатка. Георгий Иванович. Он зам начальника альтоцеха был. Он мне уже рассказывал недавно. Неделю назад. Что плохо себя чувствует. Живет один. На даче. У него две девочки. Они живут с семьями в городе. Удомли. А он один говорит. Тяжело ходить. И прочее. А супруга у него? Она умерла. Умерла. Очень приятная женщина. Хорошая такая. Моя жена с ней подружилась. Так это. Чисто по-женски. И она ее спасала от многих. Каверс. Супруга. Ну очень жаль, что она умерла. Она приятная такая. Женщина. Угу. Ну что же сделаешь. Ну и вот он так. Да. Мне тоже его жаль. Он не враг мне. Не абсолютно. Вот. Мне жаль его, что в таком положении. Ну и во вторых у меня машина была. В упоминать. Нет машины. Я его тоже в зале забрала. Ну потом он же тоже купил машину. Мне говорят. Левшинович. Давайте выберем. Поедем в Киев. Выберем мне машину. Я говорю. Ну поехали. Поехали мы в Киев. Выбрали. Мне в Киеве. Я пригнал. Вот. Поставили в гараж. Я говорю. Он гар Максимович. Я советую настоятельно. Это было в март месяц. Пока снег не сойдет, чтобы ты с гаража не выгонял машину. Прошла неделя, его друг Владатка говорит, Лев Семенович, а он-то выгнал машину, нашел свою березку. Это его хобби искать. Человек, когда очень хочется, почему нельзя. Я к нему не имею никаких претензий, как руководитель. Он именно в той аварии повредил себе позвоночник? Нет, он на самом простом элементе. У него дача была километров 10-15 от поселка. И ехал по дороге или по тропинке, и что-то зазевался, перевернулся и штукнулся. А, там более серьезно. Копчик, не хребет, а по копчику. Ой, но это не факт, что лучше, а то и хуже копчик. Это серьезно. Он отсидел в кабинете, недельку примерно отлежал немножко, еще недельку отлежал до этого. Ну, а потом вышел, уже во время аварии, вышел на работу. Ну, его очень интересовала эта работа главного инженера. Ну, куда ты лезешь, если у тебя нет образования физического. Какого черта? Нет, ему это надо. Ну, настырное такое. Мы энергетические. Как он назвал? Я энергетический. Как-то так называл, на нашем собрании. Когда-то было собрание, мы его пригласили. А, юбилей какой-то был, цеха. А я бывший электрик. Я бывший электрик. Мне это поразило. Имея электрическое образование, говорит, я бывший электрик. Он уже стал реакторчиком, понимаете? Да, он уже управленец. Так когда вы в Чернобыль-то приехали? А, приехал в Чернобыль. Давайте немножко назад вернемся, да. Это был 1976-й, по-моему, или 1975-й год. А, но Фомин тогда еще был начальником цеха. Он только-только прибыл, да, он только-только прибыл начальником цеха. И мы с ним на следующий день встретились на подъезде его дома. Я приехал, ему сказали, что я приехал, он еще не знал. И меня с старшим начальником смены. Я пускал там ПРК, понимаете, ПРК, да? Да, да, да. И потом документацию по блоку готовить. Вот. Я перевернул массу документов Саргреса, заводских. Написал инструкции. Это я уже умел писать по бурштину. Я очень насобачился инструкции. Ну, и тут тоже все это делал. Я оформил всю документацию. Я уверен, что до сих пор еще есть мои документы и мои схемы-то. Ребята говорили, что все по штане и все равно были тут. Нормально работал, никуда не требовался, как он мне должен. Старший инженерный, старший инженерный. Ну, а потом, когда прокрутка началась с себя, подача напряжения, сначала мы брали напряжение на стороне в сельских сетях, чтобы проверить эти трансформаторы собственных нужд и прокрутить кое-что в водные ящейки, аккумуляторные. Ну, в общем, уже это дело сделали. Замом Фамина. Ну, ладно. Я так и работал. А потом... То есть вы стали его замом? Да. Да. Ну, и вот я так писался в Чернобыль. Мне нравилось. Все нравилось в Чернобыле. А вы в Чернобыле с Медведевым не сталкивались? Который потом Чернобыльскую тетрадь написал? Да, у меня есть тетрадь. Мне очень он понравился. Тетрадь я читаю. Я как приехал, буквально... Он тоже тогда приехал недавно. Пару недель, что ли, там. Мы познакомились с ним. Да он недолго же работал. Он же потом ушел куда-то. Он вернулся в Москву. В Москву. И в Атомэнерго... Где это называлось... Атомэнерго называлось, да. Ну, это отпочкование от министерства. Он там работал, да. Я бывал в Москве много раз и заходил к ним туда. Вот. Потому что мне посылали выбивать кое-что для станции. Масса друзей по заводам. Сгорела ячейка. В одна ячейка там допустим. Кру 6 кВт. А выключатель это не купишь? Это не базар? Ну да. Да. А нужно. И тут прокрутка идет и прочее. А я с этими наладчиками, которые приезжали сюда, у меня были очень добрые отношения. Вот. Я позвоню туда. И на этот завод электрочит, по-моему, называется. Вот так и так. Помогите. Они эти ящики, эти вводы не делают, но они с завода получают. Я поеду. Звоню через пару дней. Пару штук достал. Уй, ём. Каждый строил, как это, как легковая машина. Ну, это мое дело было не вести, а мое дело было договориться. Да, договориться. Открываете все. За мной была, Москва была за мной, Питер со мной, Таллин, Рига, Вильнюс. Эти города за мной были. Что-то нужно добиваться, я туда. Или моя фабелия помогала же. Но я же ничего ни финского, ни английского слова не знал. Я же финский язык потерял абсолютно. И до сих пор не знаю. А саму Чернобыльскую аварию вы встретили в Айаби? В Айаби, да. А как вам Карпан, кстати? Мне очень понравился он. Он такой активный, я бы сказал. Спокойный человек. И очень понравился. Мы с ним такие легкие беседы вели. Но я не физик. И поэтому просто мне... Я попытался как-то начать физику изучать. И он, не-не-не, это не мне. Это не мое. Не мое, да. А в Айаб вы попали после электроцеха. После начальника. Вы оттуда ушли, как говорили. А, значит... Ну, когда с Фоминем я... Не сошлись. Не сошелся, да. Пошел к директору. Говорю, вот так это... Говорю, мне с ним не сработало. Потому что я знал по старой работе. Что я с ним не сработаю. У него характер такой. Он людей не видел. Он только, может, слышал людей. Но ведь он не видел. Знаете? Вот. Он оскорбительно мог на тебя, значит, там... Общаться там... А к чужому мнению как он относился? Как? К чужому мнению. Ну, не всегда. По крайней мере, я по себе знаю. Если я представлял человека на утверждение старшего монтера или еще прочее, то я не был уверен, что он мне его примет. Так у меня с одним случилось, с его знакомым. Он до сих пор меня упрекает. Вот. Что я не взял его сразу старшим монтером. Он с Крыма приедет. Угу. Ну, я в беседах всегда. Ну, я в беседах. Когда беседуешь с человеком, то он открывается. Конечно. Да. И если я, значит, как оперативщик-экспозиционник, то я интересовался той документацией, которую он должен был по своей специальности, по своей должности знать. И я эти вопросы... А ко мне поступало с министерства что-то большинство документов. Я их изучаю. И я их спрашиваю. Ну, а те, которые приехали издалека, из колхозов, они этого, конечно, не знают. Ну, я на мышление. На мышление. Допустим. А ну, нарисуй мне пускатель. Кнопочки. Нарисовал. Ага. А если я вот эти поменяю местами кнопочки? Так. Начинают соображать, соображать. Не, не знаю. Ну, все. Тест не прошел, да? Нет. Однажды приехал с Дальнего Востока, с Камчатки. Оператор атомной подводной лодки. Увольняется и просит работать. Я говорю, ну давай поговорим. А он поехал, рассчитался. Я его взял. Он среднее образование, средне техническое образование. Ну, из этих я делал монтёров неплохих. Из моряков особенно. Я знаю, с этого, с северного флота были моряки в Бурштыне. Я из них делал монтёров хороших. И, думаю, этот тоже. Приехал я и говорю, ну давай побеседуем. Сели. Нарисуй мне кнопочки. Нарисуй. Я говорю, вот это, нажимаешь вот эту кнопку. Куда, что будет дальше? Военная тайна. Я говорю, ты можешь что угодно говорить. Но на что влияет эта кнопка? Какой-то, на морду начальника. Или на какую-то катушку. Я говорю, сидит лапой, глазами всё не понимаю. Я говорю. И убежал он от меня. Уехал в Казахстан. Наверное, оттуда. Вот тут такие простые вещи. Ясно. Значит, вы написали заявление и пошли к Брюханову? Да. Он говорит, хорошо. И он вызвал этого начальника. Уже забыл. У меня хорошие отношения. Он меня предложил старшим инженерам по сбору, как он называется, аналитику данных, надёжность. Ага. В АЯП. В отдел ядерной безопасности, да? Ну, я пошёл. Он меня преследовал всё равно. Чего? Ну, он такой просто. У него такой характер. Он... Всегда интересуется владатка, его состояние. Мол, владатка мне расскажет, приветы передаёт. Вот всё. Вот так мы жили и живём. Вот так. А про аварию вы узнали? А я узнал утром рано. А, нет. Да, утром рано. Мы должны были поехать с супругой по Белоруссии. Машина была готова. Мне нужно пойти в гаражи, взять машину. Посыпаюсь. Смотрю, значит, народ так ненормально ходит. Начал звонить. Никого не дозвонишься. На центральный сайт то же самое. На монтёрам то же самое. Всё нафиг. А потом, значит... А, позвонил одному своему знакомому. Он должен был ночью работать. Не отвечает. А, жена ответила. То Николай, говорит, должен был прибыть. И до сих пор нет, говорит. Володя, Володя, Володя. Я говорю, а что-то там случилось? Ну, я давай конкретнее звонить уже по тем участкам, который меня знал более лучше. И мне рассказали, что вот так и так произошло. Ага. Я давай одеваться и на станцию. На посадку автобусов прихожу, а там народу масса. И ни одного автобуса нет. Я звонил диспетчеру. Я говорю, почему не подаете автобусы? Я Лауконин, меня уже знали. Отвечали на все эти звонки. Я говорю, тут масса народу стремятся на работу, а вы это. Мы скоро подадим, подадим скоро. Ну, и вот я тоже уехал. И мы проехали по левой стороне, да. И я увидел, там что-то творится в реакторном отделении. Вот. Зашел на этот бункер, где, ну, если бы вы были там, знаете, бункер там есть? Да, конечно, да. Я пошел туда, поискал своего начальника, нет его, и обошел станцию со стороны этого канала. Вот. Спросил про ребят наших, позвонил на центральный систем. Мне рассказали, что там Гриценко Николай Васильевич здорово погорел, потому что он залез на крышу, срывал провода, которые оборвали высоковольтные. Вот. Ну, все узнал, как положено начальнику, но не действующему, но все равно узнал. Вот. Поехал домой. Сидел, ждал. И ждал, что нам скажут делать. А, предупредили, что быть дома, не вылазить туда. Вот. Вот. А мы договаривались уже ехать. Я пошел в гараж, гараж закрыт, все закрыто, к гаражу не подойдешь. Ну, мы знали, как пройти. Я открыл свой гараж, выгнал машину. А вход в гараж закрытый, в замке стоит милиция. Вот. Я так говорю, проскочил, проскочил. Они сидят там. Я говорю, вот вам. Будете мне все рассказывать, что делает машина. Я позвонил начальнику, этому, мэру города. И говорю, почему закрыты? Машина закрыта, почему? Вот это моя супруга, Галина Петровна Соколова. Очень приятно. Я позвонил этому мэру и говорю, почему закрыты? Я говорю, надо отправлять людей как можно больше отсюда на своих машинах. Меньше заражений будет и меньше транспорта надо. Он согласился. Открыли, тогда начали зараживать. Я принял машину, погрузил своих. Вот. И мы в колонной автобусов, я за колонной, заехали в деревню. Оставил я там своих. И поехал в Киев. А в Киеве у меня квартира была. Я ее, ну не моя уже квартира, я ее сдал. А там друзья были. Я к ним, друзьям. Я до вечера дождался и поехал домой. Один. В машине. Перед выездом с Киева меня останавливают. Куда? Я говорю, в Припять. Куда? Милиция. Я говорю, припять. А что такое? Я работаю. А, ну работаю. Я приехал в свою квартиру. Тишина. Город в тишине. Кое-где там огонечник горит и прочее. Вытащил. Вытащил сетку воды питьевой. Ну это. Газовая. Газированная. И мне сетка. Бух. Упала. Трест такой. Слышу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Слышу. Солдатский топот. Подскакивает. Милиция подскакивает. Милиция подскакивает. В чем дело? Я говорю, да вот. Уронил. Документы. Я говорю, вот паспорт. А. Заходи. А утром я еще поехал на работу. Встретил там этого. Как это фамилия-то была? Помнишь? Цехина Латвина. Борец. Борец. Виталий Иванович. Встретил его. А он жену отправил раньше куда-то. Я говорю, пошли домой ко мне. Закуска есть. Водка будет. И все. И мы сидим и вспоминаем. Хорошие времена. Выпиваем. И тут по телевизору показывают. Что вот. На Чернобыльской АЭС произошла там авария. В Горбачеве. Мы, конечно, злые были. Я был злой, страшен. Потому что я знал, что это когда-нибудь произойдет. Но ярко во мне не было. Я знал этот недостаток. Я знал, что это атомная энергетика в таком положении, в котором представляла Министерство промышленности. Средмаш. А, Средмаш. Средмаш. Я говорю, это не Средмаш. Это Сральмаш, говорю. Вот. Вот. И у меня вышло не так. В 30-летие я написал статью. И там прямо я сказал, что это в Геннаваде срали в Марго. Они засрали весь океан северный. Сибирь засрали. Ну, о шахтах я еще тогда не знал. А сейчас я знаю, что шахт в Донбассе все засрали. Угу. Это преступная власть вся, начиная с 100-летней давности, когда произошел этот КПСС и прочее. Это преступно все. Понимаете? Оно и продолжается. А, да. Я написал в этом, в этой статье, написал, что атомная бомба это ворованная бомба у Америки. Фашистская Германия сделала это. Бомба предназначена для завоевания мира. Я говорю, фашистский Советский Союз, ему нужно было завоевать тоже мир. Послал Копчинскому на... Копчинского, знаете, да? Да, да. Послал ему на... Он мой начальник по министерству. И по... Очень рано было. Я говорю, Геннавад, прочитайте. Я говорю, потом позвонил ему. Геннавад, ну как, Майя Союз? Он говорит, ну что? Все, что написано, все правда, кроме одного. Не фашистский Советский Союз. Я говорю, а какой же фашистский союз? Это, говорю, тогда был союз фашистский, и сейчас союз был. И мы после этого уже с ним не разговаривали. Осознание масштабов катастрофы у вас уже было в первый день, когда вы увидели? Конечно. Я с ребятами... А, да. Буквально во вторник нас в пионерлагер отвезли. Я встретил там Лиличенко, своему заму, который обжелся, который руководил операциями. Он мне все доложил, что сделал там, проще. Ну, я ему сказал, что, Саша, не будем говорить об ошибках, но не надо было все делать, надо. Ну, что же так, посоключился, отдал ему свой пропуск, его пропуск отдал. Не, его пропуск. Потому что мне эти... На проходной потребовали пропуск отдать. Я ему отдал, чтобы он сдал там свое. И потом жалел, надо было этот пропуск не отдавать, а отдать его пропуск в этот... Его школой в Полтавской области, его школой... Да, да, я знаю, я был там, да. Я тоже был. Я хотел, туда надо было отдать его. Да, то есть он вам отдал свой пропуск, чтобы вы его сдали? Да, 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 да. А вот интересно, да, то есть к вам, несмотря на то, что вы уже работали в Аябе, так сказать, бывшие сослуживцы все равно относились к вам как к своему, как к электрику, да? Абсолютно. Как к руководителю? Как к руководителю, да, даже. Ну это... Это ценно. В лагере вы долго оставались? То есть вы еще ездили на станцию? Вас привлекали? Не-не-не, не привлекали, не-не-не. Там в Москве сидели, ожидали... Я уже забыл. Что мы там ждали, Галя? В лагере. Ты детей искал? А, детей? И людей, которые... А, да, я ездил по санаториям, на мостовой машине, окрестный санаторий, собирал людей. Вот, которые разбежались во время аварии, и надо было их собирать. Вот это я точно помню. Ну и все. Потом встретился с Копчинским. Возьмите меня, он там организовал Атомэнерго. Маленькое министерство такое. А, это в Москве? Он в Москве, да. Ну, а как это здесь? Угу. Он, хорошо. Запиши. Написал я за листок. Через неделю он мне говорит. Все, ты уже принят, иди, иди, иди. Дает мне квартиру. Как этот район назывался? Оболонь. 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 Оболонь, угу. Оболонь. Ну, мы приехали, посмотрели, он недостойный был. О, здесь мы были. И мы там прожили, слава богу. Сколько лет? По-моему, 3-4 года. Где-то, да. И дальше начали искать, куда дальше ехать. Более безнадежно уже, там ничего не получится. А у меня на этой, на Хмельницкой и на Ровенской станции были друзья свои по учебе там, по старой работе. И я поехал, значит, по этим местам. И на Хмельницкой станции, в самом Хмельницком, у меня Федя Дубиц, замглавного инженера по сетям. Угу. Вот. Я его нашел. Мы поехали на станцию, встретили главного инженера Викина. Вот. Значит, поговорили. И это... А его квартиру обмыли, так что ели потом домой добрались. Хмельницкой. И это... Все ознакомились. И я остановился. Будем сюда стремиться. Вот. Ну, а Викин... Потом мне посылал. Звонил мне Викин. С начальником цеха. Приходи к нему. Я говорю, спасибо за доверие, но мне вот это вот... Сейчас вот это вот так, говорю. Мне, говорю, совершенно другие задачи. И я отказался. Угу. Потом, когда в следующий раз мы встретили, мы тоже были в таких добрых отношениях, но он начал ко мне потом предъявлять, когда я из вами нашел, начал предъявлять претензии технического характера. Ну, не понимающий человек, физик, который занимается не своими делами. Знаете, я не люблю таких людей. Занимается делом, не лезть чужие дела. Вот. И это... Мы с ним так поругались. Я кинул удостоверение. Говорю, начали. Вы приняли мне экзамен. Так доверяйте. Нечего мне. Я говорю, а... Чернобыль 2-й, я говорю, вам не разрешу сделать. Ну, и так мы... Так, подождите... Ну, там Средмашевцы, они очень... Они очень слабо подготовлены. Люди. Каким фронтом? По станции. А узкие. Секретные. Понимаете? Они не могут говорить в широком смысле. Я так понял все-таки, что на Чернобыльской АЭС вы проработали практически 10 лет. Ну да. И ушли оттуда уже после аварии. Да, да. А в министерство попали уже после Чернобыля? Угу. А как? Ну, когда я сказал... Первые два блока... Дальше я уже не могу. Я говорю, вот так. Он говорит, хорошо. Так это же было до пуска 3-го, 4-го блока получается. Почему? Первый, второй блок. Пустили. Ну, так это началось... Это 77-й и... И вот тогда все четвертый блок, второй блок пустили, третий начали... Да. Да. Работает. И я ему говорю, я говорю, устал, не могу, не дальше. Куда угодно. Вот. А когда же вы в Аябе тогда работали? В Аябе это вот в это время... А, в Аябе нет. Это когда вот перед расчетом. Перед расчетом. Перед 83-м годом, в 83-м году я ушел в отпуск и рассчитался. Значит, перед этим годом 82-й, 81-й я не помню. Так, авария в 86-м году произошла, вы были в Припяти или в Киеве? В Припяти. В Припяти. Мы... То есть со станции вы ушли в 83-й, 84-й год? Ну, я же жил там. А там все. А работали в министерстве? Да, да, да. Ну, маршрут один и тот же. Ага, вот теперь у меня складывается, а то у меня не складывалось никак. То есть на момент аварии вы не были работником станции? Нет, нет, нет. Вот, все, сложилось. Все равно я, например, не нахожу, что атомная энергетика – это самое-самое необходимое, что должно быть. Это, я бы сказал, проклятие для наших поколений в будущем. О, даже так. Ага. То есть от нее, в принципе, можно отказаться? Да, да, да. Ну, не знаю, может, я не просто. Ваша точка зрения – это нормально. По крайней мере, и к тому же отношение к атомной энергетике. Кабели негорючие, сначала горючие, а потом негорючие. Потом светильники у колхозников забирают, светильники вешают на атомное помещение. И двигатели. Там все должно быть так, как… Ну, в морском флоте это примерно так. Как можно быстро, сменяемо сделать. Раз, выкинул, новую поставил быстренько, и это. Вот так должно быть. А это нет, это никто. Страна не научилась этого делать, и не будет никогда, не научится никогда. Это кто-то… Вот я сейчас, к сожалению, не вспомню. Кто-то сказал, что мы еще не доросли до атомной энергетики. Ну, правильно, конечно. И не доросем. Ну что ж, спасибо. Достаточно. Будем жить. Обязательно. Здоровья вам! Субтитры сделал DimaTorzok